Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахик Латвин. И сегодня по традиции мы разберем один единственный стих, уделим все свое внимание тому, как Господь даже в кусочке фразы, кусочки предложения уже открывает нам такие глубины своей божественной любви и приближает нас к спасению, что если мы просто пробежим мимо, пусть и охватив своим вниманием целиком какой-то отрывочек проповеди, отрывочек размером с притчу или с какой-то чудо исцеления Господа, то мы многое упустим. А как мы знаем, в деле спасения души мелочей не бывает. Вот сегодня я хотел бы разобрать с вами один стих, который поможет нам ответить на вопрос, вот как возможно ли спасение души во сне. Никогда раньше даже об этом не задумывался, но вот как-то размышляя над этим стихом, увидел, как Господь насколько нас спасает даже в чем-то, не требуя нашего участия. Это не значит, что участие наше не требуется вообще, но где-то мы правда можем передохнуть и положиться на то, что вот сейчас Господь нас будет спасать, нас будет к себе вести. Итак, давайте откроем четвертую главу Евангелия от Марка и прочтем 27 стих. «И спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он». Ну, вне контекста совсем сложно понять, это притча о том, как в Царстве Небесном подавляется семени, которая вот его человек сеет и пошел и лег спать. Ну и потом, какой урожай там будет, притча, которая находится немножко в тени знаменитой притча о сеятеле, которую Господь сам истолковал как пример для толкования других притч своим апостолам. Эту притчу Господь уже не толкует. В толковании притчи о сеятеле, вот вспоминаем, да, про каменистую, тернистую землю, про птиц небесных, что это значит, там Господь дал некоторый алгоритм, с которым мы можем подойти ко всем следующим притчам и смотреть их не только буквально, но и в переносном смысле. Но сегодня я бы как раз хотел предложить посмотреть на буквальный смысл. Вот именно про сон. Человек спит, а Царствие Небесное, которое, по другим славам Христа, мы помним, внутри нас есть, тоже Господь об этом утверждает, нам напоминает, что Царствие Небесное, оно в нас произрастает, оно нас растет, оно нас приближает ко спасению, даже когда мы почиваем. Нам кажется, ну вот Господь берет и как-то, ну вот, сделал бы он нас как дельфинчиков. У них одна половина мозга спит, другая бодрствует. Потом они меняются. И в принципе дельфин, вот он способен спасаться от хищников или наоборот там вести какую-то свою охотничью деятель, или развиться 24 часа в сутки более-менее равным образом, понятно, с некоторыми поправками. А у нас, ну в лучшем случае, треть жизни, а учитывая там младенческий, какой-то старший возраст, может и больше, где-то наоборот меньше, посвящена сну. А где сна мы не добираем, наоборот, мы ходим раздраженные, наоборот, страсти как-то легче в душу нашу проникают, силы наши быстрее заканчиваются. То есть в принципе вот сон нам дан как одновременно и некоторая и польза, и некоторые ограничения. Нам кажется, ну господи, вот я просто был невыспанный, усталый, поэтому я согрешил. Я там стал раздражаться на близких, либо это видо не показывал, просто ходил на всех дулся, либо где-то на кого-то сорвался, либо где-то объясняя, а там может все очень вежливо объяснил, но таким холодным тоном и такими убийственными фразами, что несмотря на всю вежливость, это человек еще сильнее унизило, или там на работе действительно мог бы как-то больше пользы принести, но поскольку там не доспал, то уже получается и результат был более плачевный. Да, какой-то есть, но все равно хуже, лучше бы могло быть. Или наоборот, или наоборот мы себя там оправдываем, в том числе перед нашими близкими, ой, да я проспал, поэтому там и на работу опоздал, поэтому тот и не успел, или очень хотел спать, поэтому не стал вечером к экзамену готовиться во время студенческой сессии, какое-то рабочее задание выполнить, которое обещал доделать все-таки до конца месяца и так далее. Постоянно вот это некоторое наличие сна в нашей жизни, оно нам кажется препятствием. Причем как недостаток сна, так и наоборот, когда сна мы чуть-чуть больше набрали. А здесь же Господь показывает, что вот это Царствие Божие, которое внутри нас как семечко уже есть и произрастает, что все-таки оно сопровождается некоторым пробуждением. Человек встает, причем, как тут сказано в Евангелии, он встает и ночью, и днем. Тут, конечно, следует пояснить, что человек, который, вот особенно если мы возьмем каких-нибудь первобытных охотников, собирателей, которые от диких зверей, там кто-то надо было проснуться, поддерживать костер, чтобы звери тебя не забрали и не скушали, что человек даже и позже, ну кто-то уже, да, может спать, почивать, но воин на страже должен город охранять. Да и сейчас, даже в 21 веке, все равно мы знаем, есть работы ночные, когда часть населения России работает ночью, и это не только экстренные службы, не только там скорая помощь, полиция, армия, прежде всего, которая стережет границы, ну и множество других специалистов, которые уже, пусть и не вынуждены, но тоже ночью работают. То есть все время как-то человек, пусть и не в лице одного человека, в лице человечества, бодрства не идет. Если мы посмотрим еще более широко на весь земной шар, то постоянно кто-то на земле бодрствует. И вот Господь обращается к человечеству, воплощается, приходит 2000 лет назад на землю для того, чтобы нас спасти. И Он нам дает возможность к Царству Небесному приблизиться. И человек на фоне вот этого своего жизненного круговорота, жизнедеятельности, он берет и приближается ко спасению души. Или, увы, он не берет и не приближается. Само по себе, вот эта некоторая житейская суета к Богу не приближает. Однако посмотрим, когда нам легче всего молиться. Ну вот как-то мы у нас не очень молитвенный настрой. Когда мы все-таки о молитве худо-бедно вспомним. Пусть и, может, в результате не каких-то глубоких соображений, но просто в результате некоторых натренированных привычек. Человек берет, просыпается, помолился, Господи, благослови на день. Человек отходит ко сну, но тоже там прочел, не прочел, вечерние какие-то длительные молитвы, но хоть немножко перед сном своими словами помолился. А если мы к этому добавим то, что вот мы принимаем пищу и не садимся, как лошадка на лугу сразу травку пощипывать, а все-таки как венец творения, тоже обращаемся к Создателю. Вот этот даже некоторый круговорот жизни, который сам по себе идет, вот просто мы день прожили, и в этот день проснули и заснули, и поели несколько раз в день, уже нашу душу к Богу приблизил. Тем, что мы вспомнили о нем, помолились. То, что мы сделали какую-то пользу. То, что мы пришли и уставшие, с чистой совестью засыпаем, потому что пользу какую-то людям принесли. То, что наоборот, мы пришли раздраженные и понимаем, что нет, с кем-то мы не примирились. Какой-то конфликт не исчерпанный, нам тяжелее от этого не спится. Все это Господь, даже вот весь этот ритм нашего тела, изнеможденного в раю, наверняка Адам и Ева, не имели необходимости во сне. Зачем им восстанавливать силы? Сила тела, которое совершенна, которое бессмертно, которое не знает болезней, не знает усталости, не знает смерти, и, соответственно, скорее всего, тут мы наверняка утверждать не можем, не знает сна. Но даже вот это, вот вспоминаем фразу, сила Божия в немощи совершается. Вот эта немощь нашего тела, которая прерывается иногда и ночным вставанием, тут помимо всяких экстренных ситуаций, просто вспоминаем детство наших детей, самое маленькое, младенческое, когда ребенок просыпается. Вот я помню, там младший ребенок, тоже тяжелые роды были, и было время, что там до 20 раз за ночь просыпался, и, в принципе, в основном, конечно, этим занималась жена, но вот мне там с утра рано встать, на службу идти, и уже она меня вроде там тормошит, чтобы я как-то ребенка время уйдил, а у меня просто, я все понимаю, но просто вроде не двигаешься. Но даже вот такие наши ночные вставания с малышами, они тоже побуждают нас к некоторой деятельной любви. То есть ты даже в это время вроде и никакого особого подвига не делаешь, а просто ты любишь, любишь своих деток, и ради них снова просыпаешься. И самыми простыми действиями, которые ты не запланировал, тоже чуть-чуть можешь приблизиться ко Христу, однако есть опасность. Можешь не приблизиться, а можешь, наоборот, отдалиться, обозлиться, разругаться, там, злиться на ребенка, злиться на жену, на мужа, на кого угодно. То есть все время, все время Господь нам дает возможность, вот Он дает нам некоторую колею, которая нас ведет в Царствие Небесное, вот этот путь, ведущий вечной жизни. И мы, когда стоим на этот путь, все вроде нас должно располагать к тому, чтобы в сторону Царствия Небесное двигаться. Но иногда бывает наоборот, мы берем и двигаемся от него, по той же самой дороге, по встречной полосе. Ну, а как знают водители, я, в принципе, не из их числа, но кто опытный, автомобилисты, знают, что по встречной полосе ездить, даже если иногда и с ветерком, то очень опасно. А если ты еще едешь по встречной полосе не в ту сторону, куда тебе нужно, ну, это, в принципе, верх безумия, потому что и цели не достигаешь, и, в принципе, рискуешь и жизнью, и здоровью, причем не только своей. Точно и так же, вот в этих поворотных точках нашего соприкосновения с нашими ежедневными немощами, с необходимостью восстанавливать силы, тоже оно, если его настроить и посвятить Господу, оно нас будет приближать ко спасению. Если человек берет и настраивает, причем тут уже неважно, настраивает он, наоборот, идеальный график. Говорит, нет, я вот буду там засыпать рано, просыпаться рано, там по будильнику буду все делать по распорядку дня есть, вот все его выстрою, и мне будет легче работать, будет ясная голова, смогу пользу приносить людям. Замечательно. И через это он может к Богу приближаться. Но обязательно, конечно, вообще не с ним, обязательно, если человек уж, если выстроил распорядок дня, то и распорядок недели выстраивает, что в первый день, воскресный день, воскресенье, первый день недели, тоже начинает с молитвы, уже где двое-трое соберутся во имя мое, как сказал Господь, там я посреди них, с молитвой в храме, и дальше продвигается. И точно так же выстраивает и свой годовой круг жизни. Да, не то, что, ой, да, там госвыходные длинные на Рождество, на Новый год, ну, нет, а мы едем куда-нибудь в отпуск, на Рождество в храм сходить, да, не, не получается, ну, что, выходные пропущу. Нет, человек отсчитывает. Вот Рождество, вот Пасха, вот некоторые праздники, вот мои именины. Тоже как-то надо договориться, например, с работодателем, чтобы попозже в этот день на работу прийти, чтобы успеть на службу, сходить в храм, общиться святых христовых тайн. То есть где-то человек берет и просто самим установлением распорядка дня уже вот это заложенное в нас Царствие Небесное путь ко Христу, он встает на него в нужную сторону. Или наоборот. Человек берет и не досыпает, питается рваным режимом. То есть это не так, конечно, все полезное, это иногда приводит к каким-то проблемам со здоровьем, но если человек не христианин, он будет себя наоборот оправдывать. Я не выспался, я не поел, я тем-то недоволен, пусть все потерпят. Ну, должны же. Либо горделивая позиция, пусть все терпят. Ой, как я тружу, как я не досыпаю, не даю. Все мне должны, все мы обязаны. Или наоборот, позиция может быть не горделивая, а позиция может быть такая, ну, как бы, ну, вы же должны войти в ситуацию, ну, я же там вот тоже должен только сожаление какое-то вызывать. Ну, что так, что так, может, небольшая разница есть, но все равно это путь неправильный. А если человек, наоборот, преодолевает, и любовь его ведет через все эти немощи, и бессонные ночи, и голодные дни, и все равно он служит Богу и людям, то тоже, не имея необходимости какие-то подвиги совершать, там, грудью надзод, да, спасать из горячего здания детей и так далее, то он тоже просто вот такими маленькими шажочками, просто самим круговоротом своей жизни, что он где-то спит, где-то стоит просыпаться, живет изо дня в день, и может сказать, что, ой, какая-то скучная у меня жизнь, там, офисная работа, какая-то она монотонная и так далее, а все равно эта незаметная монотонная жизнь, она приближает ко Христу. Поэтому, дорогие братья и сестры, Господь где-то дает нам необходимость спать поменьше, больше работать, больше заботиться. Господь где-то дает нам возможность взять и отдохнуть побольше, а иногда даже и необходимость. Людей сокращаются работы и горюют, а потом, в принципе, через пару месяцев находят работу и говорят, ой, батюшка, как хорошо было там вот без работы, я как-то выспался, восстановил силы, уже более ясная голова стала работать, просто в удовольствие стала после такого вынужденного перерыва, пусть и на фоне каких-то материальных проблем. Вот Господь нам это все посылает, и мы должны просто этим воспользоваться. Воспользоваться, и человек, который читает Евангелие, это как, и разбирается в нем, это как человек, который вот, ну, живет в большом городе, ну, в той же столице нашей родине, в Москве, и он спускается в метро, и он уже не тратит время на то, чтобы изучить схему, понять, с какими пересадками ехать, он знает, вот сейчас я сажусь быстро в этот поезд, перехожу, надо в этот вагон сесть, чтобы быстрее перейти, и он на работу или в какой-то пункт, куда он следует, добирается быстрее, уже не потому, что он прилагает какое-то мысленное усилие, а потому, что он знает, в этом разбирается. Точно так же и человек, который читает Евангелие, который по нему живет, который внимает притчу Христову в их глубине, он точно так же, не имея необходимости мученического подвига, ухода в пустыню, продвигается будет, продвигаться будет по пути спасения своей души к Царствию Небесному. Однако вот, если не знаешь, или если знаешь, а делаешь, все равно наоборот, то ты будешь, как тот путник, который садится в ненужную сторону, едет быстро, а потом понимает, что и время потеряно, и сейчас уже на то свидание, на которое ты опаздываешь, потому что поехал в другую сторону, твоя любовь всей жизни тебя не дождется, а или та работа, на которой ты опаздываешь, и карьерные все перспективы сейчас из-за этого обрушатся, и уже поздно чего-то будет исправлять. Хотя даже и здесь, если мы поехали не в ту сторону, всегда, всегда можно развернуться, успеть, потому что, в отличие от капризной возлюбленной, в отличие от строгого работодателя, Господь нас любящий Отец. Если все-таки даже двигаясь в неправильную сторону, мы потом оборачиваемся, идем к Христу, Господь обязательно нас дождется и нас примет. Субтитры создавал DimaTorzok